Здарова, народ! Недавно имел счастье съездить в Турцию. И именно об этом я бы, наверное, хотел сказать, какой, или даже, наверное, не какой, а какие объективы я с собой брал. Спорный вопрос по поводу одного. Насчет второго однозначно скажу «да». А по поводу первого, наверное, чуть-чуть бы поменял сетап. И, в принципе, можно даже сетап было бы поменять из двух. Итак, что я взял с собой в поездку? Небольшое предисловие. То есть варианты были там подснять видео, там в самолете, в гостинице там показать номер. Ну, такой некий туризм небольшой. Соответственно, с собой я взял 1728 Тамрон 2.8. Для меня это достаточно удобный, хороший объектив, но менее светосильный. Вторым объективом я с собой взял 55 миллиметров Carl Zeiss Sony 1.8. Хороший объектив, можно сказать, наверное, на все случаи жизни, но... С ним не везде снимешь. То есть, скажем, какие-то подсъемы делать, там, может быть, интервью, себя снять, фотографии. И именно сейчас я рассказываю о том, что... Какие в идеале с собой взять два объектива, чтобы были удобные. Снял бы я, если бы я взял с собой 35-ку, да. То есть даже снял бы и номер, может быть, не так широко, как бы хотелось, но тем не менее бы снял. Снял бы я с собой, если взял 85-ку, тоже многие моменты более красиво, более киношно. Тоже, наверное, да, хотя 55, скажем, вариант не хуже. Но, но-но-но, я взял с собой вот эти два 1728. Делал на них на 24, на 28, иногда даже, по-моему, на 20 миллиметров. Делал хорошие кадры, соответственно, на море. И этим, собственно, решил многие задачи. Потому что, в принципе, если бы даже не было с собой 50-пятки, то, в принципе, можно было бы обойтись одним объективом 1728. То есть 55-ка, она поскольку, постольку, но хотелось не только кадры на широком угле. Углу, угле, на широком углу, угле. Ну, можете поправить меня. Вот. И именно по этой причине брал 55-ку, чтобы тоже делать красивые фотографии. Здесь больше именно для фотографий. Я брал с собой 55-ку, все-таки 1,8, размытый фон, потому что 1728 на диафрагме 2,8, естественно, ну, такой размытый фон просто не даст. В будущем, если куда-то поеду, наверное, все-таки буду брать с собой 35-1,4 для того, чтобы... Все-таки это, скажем, сверх, наверное, светочувствительный объектив. 1,2, конечно, еще лучше, но 1,4, я бы сказал, совсем хорошо для съемок. То есть практически можете снимать в любом абсолютно месте, при любом свете. Плюс, в моем случае, камера А7-3 вывозит просто на ура. То есть там 2500 ISO, это прям, можно сказать, 3200 или 6400. Это, ну, можно сказать, практически рабочее ISO, где можно снимать и видос, и фотографировать. Поэтому, друзья, для меня, наверное, это был таким пробным вариантом, с собой особо не таскал. Сейчас я говорю, это опять-таки, это все субъективщина, это мое мнение, это объективы, объективы, с которыми мне было удобно. Здесь я исходил не только из видео. Если бы я исходил только из видео, то, в принципе, можно было бы взять 17, 28 и 50. Вот, но тут опять-таки, и мне нравится, ну, второй комплект мне нравится 35, 85. Вот даже сейчас я, например, записываю себя на 85, 1,4 на полностью открытой диафрагме. Понятное дело, сейчас час дня, и в такое время записать достаточно сложно. То есть одет у меня поляризационный фильтр 6-9 стопов, и он, конечно, вывозит. То есть можно абсолютно спокойно снимать на 1,5, и при этом, собственно, диафрагма открыта до 1,4. И отсюда мы получаем такую достаточно, не такую, а такую творческую картинку. Поэтому, друзья, если вы все еще думаете, какой же, если даже один взять с собой объектив для видео, однозначно 17, 28, недорогой, даже не грейте голову. Потому что это сверхширокий угол 17 миллиметров, снимите и номер покажете, и все-все-все-все-все. И можно, в принципе, пофотографировать там и на 24, и на 28. Кто-то умудряется фотографировать и на 17 миллиметров, и на 20. Я не очень люблю сверхширокий, потому что здесь сразу поднимается вопрос выстраивания композиции. С этим у меня, наверное, небольшая сложность, особенно если в кадре много мусора, ну, мусора условного. Поэтому стараюсь все-таки на такие экстремальные объективы сильно не снимать, но все равно приходится. Потому что опять, когда мы прилетели в Анталию, хотелось подснять в том же самолете, в аэропорту. Здесь хочется, естественно, показать широкий угол. Оказавшись в отеле, тоже захотелось показать номер сам, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в такие моменты, конечно, широкий угол нужен, потому как, если бы я взял, например, с собой 85-ку, ну, я бы показывал, наверное, точечно. То есть, посмотрите здесь, посмотрите там. С одной стороны, может быть хорошо, тут, как бы, опять-таки, какие стоят задачи. Если у вас стоит задача показать людям максимальное количество народа, максимальная, скажем, заполняемость, то, конечно, здесь шире. Если вы хотите точечно, творчески, скажем так, киношно подойти к этому вопросу, ну, здесь 55-85, наверное, будут лучшим решением для видео. Для фото, еще раз повторюсь, кому что нравится. Я больше предпочитаю 55-85, 85, наверное, даже еще больше, потому что для меня 85-ка, ну, понятное дело, что это портретный объектив, но он какую-то такую вот хорошую глубину дает, которая мне нравится в разы больше, чем 55-ка, хотя я не пробовал 55-1.4-1.2, может быть, когда-нибудь попробую. Вот. На 85-ка 1.4 у меня Sigma. Вот. Еще раз говорю, да, о том, что сейчас на нее снимаю, и получаем такую вот, друзья, крутую картинку. Остались, если какие-то еще вопросы, с чем лучше путешествовать, то, естественно, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну, а вам большое спасибо, что посмотрели мое видео. И да, если хотите поддержать канал, вся информация будет в описании. Всем пока!